Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Людмила, и сегодня у нас 3 января 2019 год. Я продолжаю рубрику свою «Годовые расклады по знакам зодиака» и дошла очередь до моих рыбок, дорогие мои рыбки. Вам годовой расклад на год. Январь месяц, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Это было 12 карт старшего аркана, которые сдают тонн месяцу. И сейчас мы будем смотреть, как же будут развиваться события по месяцам. Итак, январь у вас колесо фортуны, то есть у вас идут месяц перемен, и причем эти перемены начинаются буквально с хороших взаимных отношениях, любовных отношениях в семье или кто одинокий, значит, будут знакомства. И это прекрасно. При хорошие знакомства, хорошая карта, желательно, чтобы вы просто-напросто какие-то поспешные движения не делали и не истерили. То есть вот истерика вам здесь не нужна в конце января, а действовать благоразумно. Но карта «Колесо фортуны» говорит о том, что настроение у вас будет меняться, и ситуация будет меняться в течение января, в общем-то, очень быстро. В феврале у вас вы полны силы, полны энергии, финансовое положение у вас стабильное, прекрасное. Причем в феврале у вас даже появляется какая-то вот такая вот возможность или желание действовать. Причем эти действия у вас продуманные, вы знаете, как делать, чтобы не проиграть в итоге. И вот такие вот движения и силы у вас есть, и финансы есть. То есть в феврале у вас какой-то такой вот момент движения беспроигрышного. В марте вам надо будет все-таки в начале марта взвесить все хорошенечко и хорошо быть осторожным и продуманным, потому что, возможно, где-то какая-то не вся идея лопнет, прогорит, но какой-то момент идеи где-то даст трещину. Но это не значит, что она окончательно безнадежна, и все равно можно найти какие-то варианты, которые, я говорю, это все о финансах. И все равно они никуда не денутся, потому что и вы их находите, благодаря своим взвешиваниям, да, против, как действовать. Потому что к концу марта у вас финансовое положение опять налаживается, и все у вас стабильно там, красиво, без всяких утечек. Апрель, золотая середина, то есть как бы вы думаете, что все хорошо, но смотрите, вы можете обязаться все-таки в какую-то ситуацию попасть, где заветливо будете знать, что вы не в самом выгодном свете там выходите, то есть там может быть проигрыш, и от этого, и от этого неудачного такого выступления вам будет казаться, что все, как же так, что же я надела, что же я натворила, у меня кошмарик уже там в голове будет сидеть, вас эти все мысли будут догрызать, и это не есть хорошо, потому что с таким настроением вы переходите в май. В май у вас непонятные, мутные отношения, отношений начинается, но может быть лучше все-таки где-то что-то подчитать, подсмотреть, подучиться, потому что есть тогда, после этого можно увидеть, подумать, в конце концов, хорошо, можно увидеть вот новую какую-то идею, новые цели, которые, в общем-то, не так уж плохие, их можно просчитать и идти к ним, и вы уже, и в конце мая, вы будете, в принципе, на пути того, чтобы вот идти к своим новым, как говорится, целям и идеям. Июнь месяц выбора, месяц возможных отношений. Что касается работы, работа долгая, которая была ранее, она вам все-таки в конце концов принесет результат, но он будет не такой, как вы хотели, то есть он будет минимальный, полностью прогореть, вы не прогореть, но минимальный какой-то вот достаток все-таки получится, хотя вы не будете довольны этим, у вас будет какая-то печаль, захочется брать, как говорится, отступление, уходить, потому что в июле, в июле у вас ожидается полностью переворот, вот-вот было так, а получится по-другому, и чтобы получилось по-другому, естественно, чтобы что-то построить новое, должно разрушиться старое, и оно рушится, в июле это старое рушится, и получается, что в начале июля можно заложить, как говорится, новые какие-то благополучные действия сотворить, которые дадут результат, и вы с этим результатом к концу месяца уже придете, сможете даже взвесить, посмотреть, о, это было неплохо, даже можно было бы еще и большего достичь, и будет ли у вас желание или нет, вы будете сидеть об этом и как бы размышлять, это был июль, август у вас говорит о том, что то, что было, ну ладно, ну потеряли, но где-то вы, кто-то вас там обидел, уже забудьте, переступите через эти обиды, оставьте это в прошлом, не нужно уже так уже горевать, потому что не все так плохо, можно идти вперед, и вы, в общем-то, должны очнуться, прекратить хандрить и шагать дальше, потому что сентябрь уже месяц магии, и месяц опять же, опять же денежка пошла, опять же результат будет, и причем магические действия сентября будут вот такими внезапными, итог будет приходить молниеносно, но материальное состояние безупречно там, дальше идет октябрь, в октябре месяц искушений, искушений я не знаю, тратить деньги, может быть, или одалживать, но смотрите, денежки будут у вас, и будет достаточно будет, хороший месяц у вас там, только смотрите, чтобы не попасть в какую-то передрягу, где можете отдать денежки, а потом, может быть, где-то и жалеть, ноябрь, ноябрь месяц действий, действий и чувств, то есть вы там отстраненно, вот как бы свободным таким наблюдателем, не в первых, как говорится, не в первом акте, не в главной скрипке оркестра, но вы будете все-таки действовать, и карта говорит о том, что, ну, в принципе, надо, наверное, действовать, потому что движение есть, висеть и зависать в ожиданиях каких-то непонятных ситуаций не стоит, нужно, нужно, в ноябре нужно будет действовать, и декабрь, опять же, движение, причем сумасшедшие движения, вы, ну, ребят, фигура тут, фигура там, в декабре прям воюете, там косите всех направо, такое впечатление, что достали из погреба Калашникова или пулемет и строчите налево и направо, смотрите осторожнее, чтобы там кому-то, как говорится, и своим не влепить, под раздачу не попали. Ну, вот такой вот беглый расклад годовой, помесячно буду давать каждый месяц в начале месяца, так что, кто не подписан, подписывайтесь, оставайтесь со мной, будем смотреть ваши ситуации. Всем благ, пока! Пока! С вами была Людмила.